Да, проговорим с вами самые основные вещи, да, вот пошаговая инструкция. Вот, ребят, что такое для вас инструкция, как вы это понимаете? Ну, я вот по-простому объясняю, что это расписано пошагово, да. Первый пункт, да, что нужно сделать, чтобы сварить щи. Первый пункт – открыть холодильник, или, да, положить слона в холодильник. Открыть холодильник, положить слона на полочку, закрыть холодильник. Три пункта, да, то есть, вот пошаговая инструкция в нашем бизнесе. Как вы думаете, нужна она или нет? Я думаю, что она нужна однозначно, и нужна даже очень подробная и расписанная. Ребята, теперь скажите, а есть ли у нас с вами такая инструкция к действию? Кто встречал инструкцию у нас где-нибудь в проекте, может быть, вам спонсор присылал, или сайт какой-то, где есть чёткая пошаговая инструкция к действиям? Кто видел такую мощную штуку? Да, например, алгоритм работы. А ещё? Видели, да? Вы знаете, что навеяло на меня вот встреча такая? Я единственное, что я не успела слайды сделать, потому что в связи с некоторыми событиями была очень сильно занята. Я только сейчас домой пришла, вот буквально полчаса назад. Вы знаете, я увидела вчера одну вещь удивительную. Мне попался новичок Белова, Мариночка, которая оказалась очень активная. И она мне вчера звонила, и я ей звонила несколько раз, мы с ней связывались. И вот этот новичок меня натолкнул на мысль, что всё-таки трудно новичку разобраться на нашем сайте самостоятельно. То есть я прям вот смотрела через показ экрана, видела лицо человека, да, её лицо и её действия. Я видела, что девочка умненькая, в компьютере ориентируется хорошо. Но ей было тяжеловато посмотреть, вот, ну, самой бы. Я так понимала, что если бы мы вместе бы не прошли вот шаги, то есть мы пролистывали, я ей конкретно показывала, куда нажимать, что открывать, конкретно давала задание и говорила, давай, как сделаешь вот этот шаг? Мне перезваниваешь, примерно у тебя на это уйдёт полчасика времени. Хорошо? Хорошо. Она делала, перезванивала, и я проверяла, что она сделала. То есть я задавала вопросы, что стало понятно, как ты это видишь, как тебя это вдохновляет или нет, как ты это поняла. То есть я задавала вопросы открытые, и она мне рассказывала. То есть я понимала, что человек действительно посмотрел ролики, которые были в задании, прочитала книгу, даже вчера 10 уроков на салфетках, она за вечер прочитала. То есть, понимаете, всё-таки я считаю, что какая бы ни была инструкция классная, если нет рядышком наставника, который за руку будет каждый шаг помогать провести, человек у нас будет сливаться. Просто будет сливаться. Я очень часто наталкиваюсь в чате, что новички задают вопросы какие-то. А так как у меня времени мало, я сразу звоню новичкам. Я даже зачастую не отвечаю в чатах в общих, хотя, конечно, нужно это делать. Но просто с целью экономии времени я быстренько перехожу в личку, добавляю в друзья, пишу человеку, добавляйте, давайте я вам быстро помогу. И я просто понимаю, что многие новички остаются без поддержки, такой фундаментальной. И из-за этого у нас уходят. Сайт сложный для новичка. Ну, вот скажите мне, а как его упростить? Юлия, ну, как его упростить, чтобы там было все, и в то же время, чтобы это было легко? Может быть, как-то визуально? Я просто делаю так, как я вижу. Может быть, визуально как-то вы предложите сделать попроще. В любом случае, в любом случае, сложный или несложный сайт, но там есть все, пошаговая инструкция. То есть вы открываете первый день в бизнесе, и там прям задание – сделайте сегодня две странички. Пять дней со страничек не работаем, потому что они проходят модерацию. Прочитали, все, смотрю, новички скидывают странички на проверку, и у них уже там загружен каталог Арифлейм. «Идемте ко мне в бизнес, давайте». У них там ноль людей на страничке, никого вообще ничего, одна фотка своя, и то не самая респектабельная. И в результате люди думают, что «О, я начала вести бизнес», или «Я начала вести бизнес». То есть здесь, понимаете, вот как бы мы понятно и просто не написали, все равно нужно с людьми говорить, как в школе. Все равно надо проговаривать, пока они не привыкли самостоятельно обучаться и понимать, и открывать все ссылочки, делать все переходы, нужно с человеком работать. Понимаете? Что вы мне скажете? Напишите, пожалуйста, обратную связь. Я очень часто беру себе, ну, у меня такое правило, я все время знакомлюсь с новичками. Я обзваниваю точно, я даже, в принципе, не выбираю ни по каким критериям. Я просто беру людей, первых попавшихся, набираю точно из одной команды, из другой, из третьей. Нравится сайт Ирины Басюк. А чем он тебе нравится? Ты именно обучающий сайт у нее видела? Я когда прозваниваю людей, я их спрашиваю, с чем вы пришли к нам вначале, то есть что вы хотели от проекта. И люди говорят, ну, я хотела зарабатывать. А почему не стали зарабатывать? А я ничего не понял, я ничего не поняла. А кто вам помогал разбираться? Ну, вот мне спонсора написала, там, что-то мне говорила, даже звонила. Да, иногда говорят, что мне ничего не прислали. А иногда говорят, да, мне помогали, но я что-то все равно ничего не поняла. То есть, понимаете, люди все разные, разного уровня восприятия информации. И никогда невозможно угодить абсолютно всем. Никогда. Мы не сможем сделать такое, чтобы любой человек на одном уровне, каждый человек бы на одном уровне все воспринимали. Поэтому вот эта спонсорская поддержка, она просто необходима. Без нее никогда не строить сетевой бизнес. Помните, что сетевой бизнес – это бизнес отношений, это бизнес общения. И если вы не любите говорить голосом, то вы каждый шаг должны прописывать новичком. А что ты понял? А как ты это сделал? А покажи свою страничку. А у тебя на страничке вот это, вот это нужно убрать. А вот это нужно добавить. То есть, пока вы человека не приучите к этим действиям, отмалчиваются. Ну, не понимаю, уходите. А потому что сразу надо в оборот брать новичка. Сразу брать в оборот, говорить ему четкое задание, что сделать. И тут же его проверять. Я себе в журнальчик записываю, прям беру не в электронном виде, просто в тетрадке. Я беру человека. И первое, что я делаю, я записываю его имя, фамилию, возраст, какого города, семейное положение, выясняю. Я все записываю. Потом в процессе начинаю выяснять, на кого учился, кем работает. То есть, все вот эти моменты должны быть у вас прописаны, чтобы вы знали про этого человека по максимуму все. То есть, первое, да, это внимание, познакомиться с человеком и дать ему понять, что он вам важен. Он вам важен как партнер. Не просто вы его записали, чтобы он делал заказы, а он вам важен как партнер. Ребята, это понятно? Поставьте пятерочки. Бывает такое, что люди отмалчиваются. Реально, Наташа, у меня тоже такие люди есть, которые вроде бы да, 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 я хочу. Созвонились, поговорили, а потом игнор. Вот буквально перед этим регистрацией была девочка Татьяна. Не помню, Котова, Татьяна Котова. Вот я под нее Марину записала, а Татьяна мне не отвечает. Хотя мы с ней поговорили, обсудили, познакомились. Я выяснила, да, ее потребность в этой работе, что она действительно, это не просто от балды пришло сообщение, а что она давно присматривается и хотела бы разобраться. Ну, это даже не детский сад, я не знаю, как это объяснить. Не умеют люди, в России нет культуры отказа, не существует культуры отказа. Юля, а скинь посмотреть. Ну, это, как бы, понимаешь, это мотивационный сайт, это мотивация. А именно обучающий, мы сейчас говорим про пошаговую инструкцию, что делать, как делать, сколько делать в день. Мы должны, да, уметь людей вовлечь в этот процесс, чтобы они замотивировались попасть на свой первый банкет, чтобы они понимали, что их ждет впереди. План жизни надолго вперед, надолго. Чтобы они понимали, что это не сказки, а реально уже на следующий год они могут поехать на этот банкет, увидеть все своими глазами, посмотреть, потрогать, пощупать, попробовать и увидеть все это воочию. И ездить туда регулярно. Понимаете, вы должны об этом рассказывать очень вкусно и животрепещуще. Это вот мы с Анюткой ездили, первый банкет мой был, когда я звание закрыла директора в 2009 году. Потрясающий праздник, вы знаете, ну, мне даже иногда кажется, что это нереально, что такое вот было. Да, что такие вот мероприятия, когда ты на них присутствуешь, смотришь на все вокруг и думаешь, неужели это реально такое может быть. Это как в голливудских фильмах. Все так роскошно, красная ковровая дорожка, все очень богатое, очень красивое. Знаете, такой успех прям идет, да, вот от всего этого пахнет успехом. И хочется делать еще больше, еще более качественно, ставить все новые цели, достигать новых результатов. И смотришь на этих людей, понимаешь, что я, чем я хуже, я тоже так могу. Вы знаете, вы можете запланировать свой рост, да, вы можете писать планы, их надо писать обязательно. Если вы их не пишете, то ваш мозг не знает, куда идти и что делать. Чтобы написать план, лучше всего сделать это вместе с наставником. Но, в принципе, цель, она очень простая. Ребят, вам нужно выйти на уровень директора, это будет первая ступенечка, но план ставить на уровень золота. Золото, то есть брать две ветки и сразу растить два директора. Потому что если вы будете так далеко смотреть будущее, с такой перспективой, то, естественно, у вас будет рост потом больше. Если вы поставите маленькую цель просто стать директором, то, став директором, вы можете очень быстро спикировать вниз. То есть достигнув цель, да, вы можете потом откатиться обратно. Поэтому, а если у вас вырастут два директора, то вы никогда не упадете ниже уровня директора. Понимаете? Что такое понимание, что такое директор для вас? Как вы понимаете? Давайте первый вопрос. Кто хочет быть директором компании Reflame? Можно плюсики или минусы просто поставить? Я, плюсик, плюсики. Ага, а что в вашем понимании, вот, что значит быть директором? Как вы понимаете для себя, вот, директор, кто это, что он делает? Какой это человек? Давайте немножко с вами поразмышляем. Ну, ответственность за команду, она уже должна быть, в принципе, с самого начала. Когда у тебя появился первый партнер, уже есть ответственность. А вот вообще, вот, в принципе, вот, как вот вы определяете, что человек стал директором? Как это можно определить? Так, неплохой уже доход, стабильный. Доход стабильный. Человек ответственный, имеет много ключевых партнеров. Так, вот уже мы стали ближе, да? Организует товарооборот 7500 баллов. В деньгах это сколько, ребята? Тут табличка не очень удачная, здесь нету суммы. Кто знает? У него есть ключевые партнеры. Запишите себе, что на уровне директор у вас должно быть от 20 ключевых партнеров по команде. 200 тысяч товарооборот. То есть, смотрите, вот уже конкретно определение директора. Не просто какие-то слова, которые можно отнести, в принципе, к любому человеку на любом уровне. Нужно быть и ответственным, и обучать, и обучаться, организовывать, делегировать. Да, это на любом уровне. А вот определение. Вот я стал директор, я организовал товарооборот 7500 баллов. Это 200 тысяч рублей примерно, да, может быть 230, смотря какой товар. Моя зарплата уже примерно 25-30 тысяч за каталог. И в моей команде уже от 20 ключевых партнеров. То есть, кто такие ключевые партнеры? Это люди, которые ежедневно выполняют действия. Ежедневно. Действия трех П. Кто помнит, что такое 3 П? То есть, если мы хотя бы одно П не выполняем, мы не ключевые партнеры. То есть, каждый день всего три простые действия. Первое П. Это мы пользуемся продукцией и привлекаем людей к этому, наше окружение. А теперь скажите мне, ребят, вы сегодня пользовались продукцией Арифлейм? Кто пользовался? Поставьте плюсики. Или вы сегодня только заказ сделали, уже получится. То есть, вы уже встали на этот путь выполнения правила 3 П. Пользовались. А теперь скажите мне, а вы сегодня хоть кому-то, хоть любому человеку рассказали про продукцию Арифлейм? С кем вы сегодня делились, хвастались, что получили, может быть, какой-то продукт, попробовали и получили восхитительный результат? Поставьте пятерочку, кто сегодня хотя бы с одним человеком поговорил про Арифлейм уже. Именно про продукцию. Потому что это первое П, это потребляй и привлекай, да, и, как правильно сказать, потребляй, сейчас, скажем, приобщай, приобщай свой круг к этой продукции. Потому что, ребят, вы знаете, это тоже статистика вещь неумолимая. Она хоть и не очень четкая наука, но она очень показательная. И по статистике примерно 85% покупок от 85% и более покупок своих люди совершают на основании рекомендаций знакомых. То есть, мне подружка посоветовала этот крем, мне подружка посоветовала эту тушь, понимаете? Мне подружка посоветовала этот ресторан, мне подружка порекомендовала эту книгу. То есть, страна советов, она никуда не делась, да, она как была, так и есть. Поэтому если вы будете людям советовать продукцию, которая вам самим нравится, то поверьте мне, что вам вот это первое правило, первое П, выполнить будет очень и очень легко. Кто меня понял и принимает первый пункт, поставьте пятерочки. Если не согласны или не принимаете, не готовы, поставьте минус просто. То есть это закон человеческий, который никто не отменял. Если вы говорите мне, что у меня никто ничего не заказывает, мои знакомые не хотят пользоваться этой продукцией, то я могу назвать только две причины, почему они это не сделают. Первая причина, потому что вы сами не пользуетесь. Вторая причина, если вы сами пользуетесь, но никому об этом не рассказываете, вкусно, с аппетитом, искренне, со всем желанием, чтобы люди тоже начали этим пользоваться. Второй пункт – это у нас посещение, обучение. Давайте с вами поговорим про вчерашний день. Что вы вчера вложили в свою голову? Что вы вчера вложили в свою голову? Что вы читали, смотрели, слушали, может быть? Я вчера, у меня такой день был активный, я вчера слушала «Секреты». Сейчас скажу, мне так эта книга нравится. Вчера я девчонкам еще кому-то скидывала. Где она у меня? А, секреты миллионеров. Такое чувство, что меня ее кто-то закрыл. А, вот, Боди Шефер. «Закон о победителя». Вот. Я могу вам тоже скинуть эту книгу, потому что мне она очень понравилась. И я прям вот буквально всем про нее говорю, потому что сама испытываю полный восторг. Что вы вчера вложили в свою голову? Ну-ка, делитесь. Книгу вам отправляю. Я вчера читала. Тоже слушаешь, да. Вот я тебе как раз ее вчера скину. И вчера еще прочитала. Сейчас скажу, сколько страничек. Так, 35 страничек. Метод Хосе Сильва. Перепрограммируй себя на деньги. Ну, интересная книга. Почему так мало прочитала? Потому что там упражнения. Я стала делать упражнения. И, ну, как бы читать дальше нет смысла. Надо делать упражнения. Потом идти дальше. То есть это по расширению своего мышления. То есть по управлению своим мышлением. Очень интересная книга. Я так чувствую, что я ее буду тоже всем рекомендовать. Но сначала сама про работу. Вот. Еще я смотрела вебинар «Чрезвычайный рекрутинг». Тоже много полезного взяла. Почему он мне понравился? Потому что есть сейчас много запросов в команде. Люди хотят работать живую. Встречаться с людьми. Встречи проводить. И я тоже, да, должна этому научить вас. Хотя, по идее, этому по интернету научить тоже можно. Но интереснее было бы, конечно, показывать, как мы это делаем. Ну, в связи с тем, что мы с вами живем в разных городах со многими, то мы можем учиться этому только по вебинарам. И я вот вчера вебинар классный посмотрела. Оттуда анкеты много накопировала. Планирую сейчас это все обработать и тоже вам дать в работу. Вот. То есть это понятно, да? Правило второе. Постоянное посещение, обучение. То есть максимально. Вот смотрите. Ребята, сейчас всего 9 человек на семинаре. Это из всей нашей многотысячной команды, да, у нас порядка 2,5 тысяч людей в команде. И всего 9 из всех вы пришли, знаете, хотелось сказать, приплыли золотые кораблики. То есть вы можете себе сейчас поаплодировать, потому что вы молодцы. Вы не пошли гулять, да, вы выделили время на обучение. То есть это выполнение второго правила. Каждый день чему-то учиться, расширять, прокачивать свой мозг. То есть если вы его будете тренировать постоянно, то уже через год вы себя просто не узнаете. Вас не будут узнавать ваши знакомые, которые вас давно не видели, например. Они будут просто удивлены вашим переменам, потому что изменится все. Осанка, взгляд, улыбка, жесты. То есть вы станете более уверенными в себе, более спокойными, энергичными и успешными. И это будет считаться, да, даже если вы не поменяете одежду, но у вас поменяется внутреннее состояние, и люди будут просто в шоке. Качайте, тренируйте свой мозг. Ребята, уже тоже ученые давно доказали, что можно накачать не только мышцы, ног, рук, да, пресс, попу, спину и так далее, а можно накачать мозг, и он будет очень мощным, сильным и круто, да, все изменится в вашей жизни. Третье П у нас – это приглашение людей. И вот этот пункт, он тоже, я не могу сказать, какой из всех этих важнее. Они все одинаково важны. Вот скажите, кто вчера занимался приглашением людей? Сколько вы сделали приглашений? Со сколькими людьми вы начали общаться, доносить до них информацию о нашем проекте, о бизнесе в интернете? С кем вы вчера уже, да, уже перешли, может быть, вот эту грань просто от шаблонов и начали общаться как вживую? Кто занимался рекрутингом вчера, позавчера, позапозавчера? То есть это П, да, приглашение. Это значит, что каждый день, каждый день, ребят, вы делаете по максимуму рассылку, обзвон знакомых, то есть вы выкладываетесь по полной программе до результата. Что такое результат? Это регистрация или близко к регистрации, да, возможно, с человеком нужно еще некоторое время будет пообщаться, но вы с ним перешли уже в теплую зону, то есть вы перевели его в социальные сети, из досок или откуда вы взяли человека, и у вас уже с ним идет такой контакт продуктивный, то есть каждый день, каждый день, не покладая рук, выкладываясь, делаем рассылку. Только три плюсика вижу, остальные. Как и у остальных дела. Или минус поставьте, если вчера не рекрутировали, чтобы я видела, что вы меня слушаете еще, помимо всего, что вы просто сидите в комнате. Не рекрутировала, да, Наташа тоже. А почему? Что вас вчера остановило? Да, вы знаете, ребят, вы можете, как говорится, да, обещать кому угодно что угодно, да, вы можете, ну, делать что угодно, но вы себя никогда не обманете. Не получилось. Ну, а в дороге ни с кем не было возможности пообщаться. То есть как бы рекрутинг, не только сидеть за компьютером и делать рассылку. То есть если вы встретились с человеком, вы можете с ним заговорить об Арифлеем, вы можете с ним, да, перейти, просто познакомиться, не говорите об Арифлеем, познакомиться и начать общаться уже на такую тему. Сейчас, секундочку. То есть, да, потом перейти с ним куда-то в социальные сети и уже потом начать общаться о бизнесе. То есть в любом случае вы всегда, каждый день должны себе говорить, что я сегодня сделал для своего бизнеса. 3П. Выполняю я или нет? Понятно. То есть здесь вы никого не обманете, потому что это ваш бизнес, это ваше дело, как вы его строите. И как быстро вы придете к результату. Спросите себя, когда я хочу получить этот результат. Через сколько времени? Прямо сейчас вот посмотрите на эту цифру. 200 тысяч рублей, 7500 баллов с командой, 20 ключевых партнеров, звание директора, зарплата в месяц 30-40 тысяч, в каталог 25, 20, 30, по-разному, как структуру строите. Когда вы хотите это уже получить? Через сколько времени? Напишите циферку. Давайте вместе. Если вместе, там пишите 5 месяцев или 9 месяцев, год, два года. Циферку напишите, что она значит. Через 4 месяца, Лен? Ты не шутишь? То есть тебя устроит такой вариант, если ты только в конце сентября выйдешь на уровень директора и будешь получать, да, вот эти все привилегии. Да, на уровень директора. Через сколько времени вы хотите выйти на этот уровень? Все, пожалуйста, напишите, как вы себе вот... Может быть, у вас уже расписано все? Или вы сейчас думаете над этим вопросом, если вы недавно в проекте? Потому что кто давно уже? Планы должны быть расписаны все четкие. Четыре месяца. Это много? Так, по плану бы уже надо. Один-два месяца. Ого, Наташа. Давай реальные планы строить. Просто с нуля выйти на такой уровень 1-2 месяца можно. Реально можно. Но для этого нужно просто включить или весь свой список знакомых, поднять волну такую мощную. 6 месяцев, максимум год. То есть вас такой результат устроит, да? Теперь смотрите. Вот если мы говорим про инструменты. У вас есть инструменты? Вы овладели инструментарием для того, чтобы приглашать людей ежедневно на бизнес-встречи. Кто овладел, поставьте плюсики, кто нет, поставьте минусы. То есть инструментарий по приглашению людей в бизнес. Прям плюсики или минусы? Инструментарий есть. Скажите, пожалуйста, владея этими инструментами, можно достичь этого результата? Так, Наташа еще пока не совсем. Наташа, я знаю, что ты сегодня встала. Без 10-6 уже сидела, рекрутировала. Я, честно, вообще просто преклоняюсь перед твоим героизмом. Ребят, пишем. Я почему не продолжаю, жду от вас обратной связи. Эти инструменты, они могут вам позволить достичь цели? Ну, я могу сказать однозначно, что, конечно, да, потому что другие люди достигают. Да, каждый день. Я думаю, может, мне к тебе подключиться, но я правда... Надо для этого спать ложиться пораньше, а мы вчера опять легли уже полвторого. Миша в 6 встал. О, пошел. Ну, далеко он не ушел. Я говорю, может, ты это... Дашь мне поспать, потом сядешь и будешь весь день рекрутировать, потому что я, говорю, я не готова сейчас включить свет, да, и что-то будешь мне тут на диване щелкать мышкой, потому что сидеть он не может на стуле пока. То есть могут, да, смотрите. То есть у вас есть, в принципе, все. У вас есть продукция, у вас есть обучение, у вас есть инструменты, приглашения людей. Осталось что сделать? Просто каждый день себя преодолевая лень, страхи, сомнения, опять лень, как это называется, бесцельное времяпровождение или посмотреть, куда время стекает, если вы расходуете время туда, куда нужно. У меня вот одна девочка у нас в команде. Я говорю, что ты сейчас читаешь? О, я читаю потрясающую книгу. Какую? И она мне называет художественное произведение, которое вообще не имеет никакого отношения к нашему бизнесу. Я говорю, ну это, тебе это действительно сейчас нужно? Ну оно же интересно. Я говорю, ну эта книга тебе поможет сейчас вот рвануть вперед в бизнесе? Ой, нет. Я говорю, ну может, ее тогда чуть-чуть отложить и прочитать сначала 10 уроков на салфетках. Богатый папа, бедный папа прочитать. Посмотреть вот эти видео, чтобы включиться в работу. А когда ты уже, у тебя время освободится, ты запустишь этот маховик, он уже будет командовать что-то делать. Время освободиться, возьми, прочитай эту книгу. Она мне говорит, слушай, круто, мне даже в голову не пришло, я так и сделаю. То есть понимаете, да, везде есть нюансы какие-то. И сами анализ делайте. Действительно ли вы делаете достаточное количество действий, чтобы получить этот долгожданный результат? Только если вы себе скажете, да, я выкладываюсь даже не на 100%, а на 125%. Я делаю намного больше, чем планирую. И у меня каждый день не одна, а две, а три регистрации. Потому что я пашу, я обзваниваю, я работаю с новичками, я рекрутирую, я их учу это делать, я их мотивирую на заказы, на обучение, чтобы они ходили на тренинги, на семинары. Тогда да, тогда у вас всё получится, можете даже не сомневаться. Но если вы только говорите себе, ну всё, сегодня я не успела, но завтра я точно начну, начну делать, то, ребят, это завтра не наступит никогда. И вы только отдаляете свою вот эту вот победу, удовольствие от того, что я смогла это сделать, я смог это сделать. Понимаете, вот, ребята, я вам честно могу сказать, когда вы выйдете на уровень директора, вы поймёте, что вы можете себя приписать к числу необыкновенных людей. Потому что я считаю, те люди, которые стали директорами, хотя бы директорами, это может быть небольшой уровень, немного денег. Но я могу сказать, что эти люди преодолели всё в своей жизни. Страхи, лень, сомнения, общественное мнение. Эти люди герои, потому что они вырвались из колеса, в который вовлекает нас система государственная. Вот это колесо, когда вы просто должны быть, ну, не знаю, как все, обычной массой, да, ничем не выделяться, ходить на работу, ни о чём не мечтать. Потому что реально я начала мечтать только здесь, в Арифлэйме. Только здесь, в Арифлэйме, я начала мечтать. И самое главное, что мечты стали осуществляться. Поэтому как вы сделаете, как у вас пойдёт дело, ребят, это не зависит ни от сайта от обучающего, как он расположен, понятный он или, может быть, не совсем. Это не зависит от спонсоров. Неважно абсолютно, кто ваш спонсор, если честно. Потому что настолько сетевой маркетинг уже развит, и столько информации качественной есть и в книгах, и в видео, и просто YouTube и Google вам в помощь, да, там есть ответы на все вопросы. Если вы хотите, то у вас всё получится. Дело только в вас лично. Кто со мной согласен, поставьте пятёрочки. Если есть спонсор, хороший спонсор, который действительно за ручку возится, объясняет, вам просто вдвойне повезло. Вы просто должны это использовать по максимуму, если спонсоры выделяют время, и они могут, да, с вами работать столько, сколько нужно. Это вам вдвойне, даже втройне повезло. Если спонсору некогда... Ребят, вы знаете, я знаю огромное количество людей, я вам даже просто пример приведу. Родионовы. Алена и Иван, им спонсоры хотели зарегистрировать человека. Когда они только начали работать, они сказали, это ещё зачем? Они, мы вам поможем, мы морковками строим. Они говорят, не надо, мы сами себе зарегистрируем, себе строите морковки. Джамиля Горбатка. Все, наверное, про неё наслышали. Она сейчас в Саратове у нас такая яркая звёздочка, очень умная девочка, хорошая. Ребят, самое главное, она обыкновенная девочка. У неё нет вот что-то такого вот сверхъестественного. Она просто, просто чёткая. Она просто никакой воды. Если она села рекрутирует, она рекрутирует, тренинг проводит, проводит. Она взяла ответственность, ребят, она всего за полгода вышла на уровень директор и сразу уже начала снимать отдельную комнату. Она говорит, мне тесно со спонсорами. Она спонсорам не давала к себе рекрутировать. Она говорит, зачем мне люди, которых я не знаю, я их не нашла, они на вас пришли, себе их оберите. Она создала полностью с нуля свою команду, совершенно без опыта работы в сетевом маркетинге. Ребят, совершенно. Она работала в связном. Знаете, наверняка, эту сеть магазинов связные, которые связаны с телефоней, с телефончиками, с платежами. То есть, ребят, обычный человек, но очень чётко, очень всё по-деловому, чётко, быстро, динамично делает. То есть, никакой воды конкретно по делу. И никакого спуска. Хочешь развиваться, хочешь расти, пожалуйста, развивайся. Не хочешь, я с тобой носиться не буду. Нужны деньги, пошли вместе работать. Не нужны, ну а о чём тут говорить? Ребята, нельзя, невозможно никого уговорить выйти на рекрутинг. Согласны? Либо человек идёт и рекрутирует всех, как пылесос вообще собирает, перерабатывает, фильтрует, ищет ключевых партнёров. Либо он не рекрутирует. Тот, кто рекрутирует, он обязательно найдёт своих ключевых. Они, может быть, придут к вам через 100 человек. Нам, знаете, как говорили, когда мы начинали работать в офисе, проведи 90 встреч. Ты станешь директором. 90 презентаций, но не в течение пяти лет, а динамично, быстро, в течение буквально двух-трёх месяцев проведи 90 встреч. То есть это в день минимум одна встреча. А правила Тамилы Полежаевой, могу рассказать, это правило, она лично мне сказала. Лично, когда я ей задала вопрос, сказала, Тамила, скажите, какой ваш секрет успеха? Она мне сказала, мой секрет успеха простой. Это три чашки чая с разными людьми в день. Три чашки чая с разными людьми каждый день. Единственное, она сказала, очень на фигуре отражается, потому что пироженки, печенки, конфетки к чаю, всё подаётся, всё это кушается и потом откладывается на бочках. Но результат феноменальный. Тамила – это яркий лизер, который в течение года вышел на уровень исполнительного директора. Это было очень давно, много лет назад. И сейчас есть люди, которые за год выходят на уровень исполнительного директора. Это не секрет, что такие люди есть. Это значит, что и вы можете найти такого человека. У нас буквально 26 числа было мероприятие в Саратове, открытие бизнес-центра и поздравления с новыми званиями, бизнес-встречи. И я разговаривала с одной девочкой. Она сама просто, сейчас скажу, директор. Она просто директор. Но у неё в глубине, в глубине, в глубине, под ней далеко-далеко зарегистрирована девочка из Перми, по-моему, Перм, Перм. Девочку зарегистрировали, под неё записали два человека, два или три. Она говорит, не больше того всего, потому что она, говорит, очень глубоко в ветке оказалась. И она сама, говорит, сейчас она уже закрыла звание бриллиантовый директор. Я, говорит, просто директор, а она у меня там в глубине. Бриллиантовый директор. Сейчас скажу, Юлия. Вылетела фамилия с головы. Ребята, ну вы просто понимаете, что вы можете найти такого человека, если будете искать. Вот видите эту схему, да, какая перспектива. Поиск людей, он должен быть у вас в правиле. Каждый день, не останавливаясь. Перебирать, искать, выискивать, находить своих партнёров. Они обязательно придут. Придут. Куда они над вас денутся? Вопрос времени. И вопрос, когда вы наладите свою систему ежедневных действий. Без остановки. Всё, другого вопроса нет. Или вы делаете каждый день, не глядя на результат. Просто рекрутинг, рекрутинг, сопровождение, объяснение, созвоны, ввести в команду, объяснить, подсказать, напомнить, уточнить, да, задать правильный вопрос. Просто делайте каждый день, результат придёт. Неизбежно просто. Ему просто деваться некуда. Понимаете? Кто со мной согласен, поставьте пятёрочки в чате. Люблю эту цифру, как будто вы себе оценочки ставите. Ребята, вот в принципе, это всё, что я хотела вам сказать сегодня. Что вы достигнете успеха легко, быстро, динамично, при условии, что начнёте с себя выполнять правила трёх П. Потреблять и приобщать свой круг знакомых к продукции Арифейм. Посещать, обучаться, читать, да, все мероприятия, всё, что даёт компания, ездить. Даже если это далеко, ребят, всё равно надо собираться ехать. Мы сейчас собираемся ехать в Крым. Это, кстати, стоит достаточно дорого. У нас получилось, что мы... Сейчас не могу вспомнить. Вот Маша Скляренко с нами едет. Миша под вопросом сейчас. То есть у нас получилось где-то порядка 30 тысяч на человека. Мы платим за 5 дней проживания в этом отеле и обучения. То есть это не маленькие деньги. На такие деньги можно съездить за границу, куда-нибудь в Грецию, на Кипр отдохнуть. Мы поедем в Крым. Но мы едем туда не на море, не за отдыхом, хотя это тоже будет иметь место быть. Мы едем туда за людьми, за лидерами, которые будут делиться опытом, будут обучать. Мы едем туда обучаться. Поздравляю, Наташ. Вот это высший пилотаж, когда знакомые приходят в команду. Ребят, какие вопросы у вас? Что, может быть, стало более понятно? Дошло, может быть, что-то наконец-то? Мотивацию я вам давать не собиралась. Я считаю, что если вам нужна мотивация, то вы не готовы к успеху. Если вам нужна мотивация, волшебный пендаль, как иногда мне кто-то звонит и говорит, дай мне волшебный пендаль. Я говорю, зачем? Это, знаете, как забор энергии, что ли, вампиризм некий. Если вам надо, то вам никакие пендали не нужны. Вы сами себе пендаль, вы, ваши дети, ваши желания, ваши мечты раскачегарьте себя до такой степени, чтобы аж дым из ушей шел. Понимаете? Используйте эту уникальную возможность, когда один раз, когда вы несколько лет вложитесь в этот бизнес, и потом будете получать пассивный доход всю оставшуюся жизнь. Ребята, это так круто! Понимаете? Это так круто жить так, как вы хотите, заниматься тем, чем вы хотите. Знаете, есть такой тест потрясающий, очень потрясающий. Я когда его первый раз делала, реально это не то, что мурашки, а до слез. Вот настолько я его прожила. Я вам сейчас скажу эти вопросы, а вы себе запишите и сами проработайте. Первый вопрос. Чем бы я хотел заниматься, если бы мне не нужно было думать о заработке? Чем бы я хотел заниматься, если бы мне не нужно было думать о заработке вообще? Записали? Поставьте плюсики. Деньги у вас есть, поток денег есть. Чем бы вы хотели заниматься? Лично вы, что бы вы хотели делать? Какие развиваются свои качества, стороны? Куда ездить? Что делать? Какие хобби? Нужно расписать вообще всё. Вот попробуйте представить, что вам не нужно думать о деньгах. Вы и ваша семья, да, вы все вместе, и вам не надо думать о том, чем вы будете платить за квартиру, за кредит, на еду, где вы возьмёте. Нужна уже одежда. Детки растут, им надо обновить гардероб. Ребят, все эти вопросы закрыты. Вот что бы вы, да, хотели делать? Реально, искренне. Распишите это. Второй вопрос. Что я буду делать, если на меня свалится 1 миллион долларов? Что я с ним буду делать? Представляете, что вы открываете дверь, да, в квартире, а у вас там полная квартира денег, миллион долларов. Что вы будете делать? И они ваши. Никто не отнимет, ни налог с них, ничего. Ровно миллион долларов. Что вы с ними будете делать? Прям подробненько, подробненько сядьте, распишите. И третье задание. Представьте себе, что вы узнаёте, что вы будете здоровы, да, вы всё в той же форме будете. Ещё всего полгода. Всего полгода. То есть, да, вы здоровы, вы бодры, веселы, но у вас осталось всего полгода. Как вы потратите это время? Что вы будете делать в это время? Распишите, ребят? Кто сделает это задание? Поставьте семёрочки. Три вопроса всего. Да, что бы я делала или делала, если бы мне не нужно было работать, зарабатывать и думать о деньгах. Второй вопрос. Что я буду делать, если на меня упадёт миллион долларов? Что я с ним буду делать? И третий вопрос. Что я буду делать, если я узнаю, что мне осталось всего полгода, но при этом я здоров, да, силён, как всегда, да, всё прекрасно, полон здоровья, то есть, мне не нужно думать о врачах, там, о беготне, то есть, всё ровно полгода здоровой, потрясающей жизни, на что вы их потратите. Спасибо вам всем за внимание, кто внимательно слушал, и особенно спасибо всем, кто участвовал в семинаре. Благодарю вас, желаю вам потрясающего завершения этого дня и мощных вам изменений в жизни. Выкладывайтесь на 125%. И тогда следующий день рождения, Наташа, мы уже, может быть, будем тебя поздравлять со званием золотой, сапфировый или бриллиантовый директор. Всё в твоих руках. До встречи, всего доброго. Спасибо.